напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали отгадайте этот советский фильм по кадру и силуэтом персонажей а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это кадр стиле сериала место встречи изменить нельзя снятый режиссером станиславом говорухиным в основу сценария аркадия и георгия вайнеров положен сюжет их романа эра милосердия главные роли исполняли владимир высоцкий и владимир конкин в фильме также участвовали станислав садальский армен джигарханян сергей юрский ряд других известных советских актеров какой режиссер снял фильм влюблен по собственному желанию влюблен по собственному желанию советский художественный фильм поставленный режиссером сергеем микайляном в 1982 году в главных ролях снялись олег янковский и евгения глушенко где познакомились главные герои фильма глаши мусаиб в музыкальной комедии ивана пыль его свинарка и пастух свинарка и пастух черно-белый фильм 1941 года ивана пыль его за которую режиссер был удостоен сталинской премии второй степени в 1942 году по сюжету свинарку глашу из колхоза в вологодской области посылают на сельскохозяйственную выставку в москву случайно на выставке она встречает дагестанского пастуха мусаибы из горного аула они симпатизируют друг другу и договариваются снова встретиться на выставке через год сколько зрителей просмотрела кинофильм свадьба в малиновке в 1967 году свадьба в малиновке музыкальная комедия андрея тутышкиной экранизация одноименной опереты народного артиста ссср бориса александрова в 1967 году лента собрала 75 миллионов зрителей заняв пятое место по сборам за всю историю советского кино угадайте по детской фотографии кто это будущее знаменитая советская актриса вера глаголева родилась 31 января 1956 года в семье педагогов в юности занималась стрельбой из лука и не думала о карьере актрисы но сразу после окончания школы была замечена оператором масс-фильма и приглашена в кино какой фильм считается абсолютным лидером советского кинопроката по количеству просмотров пираты 20 века советский фильм 1979 года режиссера бориса дурова многие кинокритики называют его первым советским кинобоевиком также в нем впервые в советском кинематографе были отчетливо продемонстрированы приемы карате премьера состоялась в кинотеатрах 14 июля 1980 года в 1980 году его посмотрели около 90 миллионов человек а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов таким образом фильм стал самым кассовым по посещаемости за всю историю советского кинопроката в каком году адриана челентано посетил ссср адриана челентано приехал в ссср в 1987 году для презентации своего фильма джоан луи который вышел в италии двумя годами ранее в этой картине челентано выступил в качестве режиссера сценариста оператора композитора и исполнителя главной роли в каком советском мультфильме фигурировал этот автомобиль этот мультфильм фигурировал в последней снятой в ссср 11 серии мультипликационного фильма приключения кота леопольда в этой серии кот самостоятельно построил автомобиль а мы шат и решили сделать ему пакость из какого фильма эта фраза как скучно мы живем в нас пропал дух авантюризма мы перестали лазить в окна к любимым женщинам мы перестали делать большие хорошие глупости на это а еще на невкусную заливную рыбу сетовал в иронии судьбы или с легким паром и полит жених нади которого гениально сыграл юрий яковлев в английском прокате этот фильм назывался никаких каникул для иночкина как он назывался в ссср кости иночкин герой комедии лема климова добро пожаловать или посторонним вход воспрещен в сша кстати фильм показывали под названием welcome entry forbidden какому киногерою принадлежит фраза мы вас любим в глубине души где-то очень глубоко новосельцев из служебного романа придя к калугиной после ужина у самохвалова начал извиняться чтобы загладить вину перед начальницей он сказал мы вас любим в глубине души где-то очень глубоко чем разгневал ее еще сильнее какая актриса так выглядела в детстве вера алентова родилась в актерской семье с юного возраста работала в театре вместе с матерью успешно окончила актерский факультет школы студии имени немировича данченко примхат дебютировала в кино в роли учительницы лидии фёдоровны в фильме дни летные всесоюзную известность получила после выхода фильма москва слезам не верит как зовут этого мультипликационного персонажа придуманного в ссср капитошка это веселая капелька летнего дождя одноименный мультфильм создан на студии киевно учфильм в 1980 году по сценарию писательницы натальи гузеевой мультфильм имеет два языковых варианта русский и украинский с какого советского фильма эта фраза это что же получается ходишь ходишь в школу а потом бац вторая смена конечно же эта фраза с не стареющей и доброй комедией большая перемена фильм о том как молодому и никем неуважаемому не стару петровичу приходится разбираться с рабочими и семейными проблемами своих повзрослевших учеников почему космонавты смотрит перед отлетом фильм белое солнце пустыни после гибели трех космонавтов корабля союз 11 экипаж союза 12 был сокращен до двух человек перед стартом они посмотрели фильм белое солнце пустыни а после удачной миссии говорили что товарищ сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные минуты с тех пор просмотр этой ленты стал традиции для всех советских а затем и российских космонавтов ритуалу нашли практическое применение на примерах из фильма космонавтов учат работе с камерой и построению плана съемки какой из этих актеров не снимался в фильме покровские ворота а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в фильме покровские ворота олег меньшиков сыграл покорителя женских сердец костика ромена евгению маргунову досталась роль поэта куплетиста соева леонид броневой сыграл роль исполнителя куплетов и фильетонов велюрова александр абдулов в картине задействован не был на чем путешествовали по реке главные герои кинофильма верные друзья в детстве саша болька и вася мечтали о путешествии по большой реке спустя 30 лет они осуществили свою мечту и отправились в ручное путешествие на бревенчатом плоту почему в фильме мама по мотивам сказки волк и семеро козлят козлят только пятеро сказка волк и семеро козлят в румынии известно под названием коза и три козленка в изложении иона крянга для съемок совместного советско-румынско французского музыкального фильма мама по мотивам этих сказок постановщики этих трех киностудий выбрали среднее число козлят пятеро по мотивам чей сказки был снят мультфильм как львенок и черепаха пели песню как львенок и черепаха пели песню советский музыкальный рисованный мультфильм по сказке сергея козлова режиссер инесса ковалевская огромному количеству людей которые посмотрели мультфильм запомнилась фраза львенка в конце мультфильма покатай меня большая черепаха но на самом деле такая фраза никогда не присутствовала в мультфильме а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется фильм драма азербайджан фильма 1972 года а такой розовый птица как в ролике мультфильме азербайджан фильма напишите в комментариях ваш вариант ответа как называется советский фильм о такой розовой птице надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест